С темой для этой программы наша редакция определилась быстро. До первого звонка остается немного, самое время подвести предсентябрьские итоги. В новом учебном году за парты 44 тысяч школ страны сядут более 13 миллионов человек. Более полутора миллиона в первый раз. Сегодня расскажем о том, чем новый учебный сезон удивит школьников и родителей, а также на что в Орловском образовании потрачены немалые бюджетные деньги. Это Первое правительство. Я Олег Рудаков. Здравствуйте. К этому придется вновь привыкать. Многолетние призывы многочисленных родителей услышаны. С первого, то есть со второго сентября школьная форма станет обязательной. Какое именно – дело пока что самой школы. Главное, чтобы построже и никаких джинсов и кофт. Идею о возвращении школьной формы поддержал президент Владимир Путин еще в конце марта. Во многих регионах, в Орле в том числе, перемена не будет слишком большой. Для нас здесь нет ничего нового, потому что ряд школ, особенно гимназий, лицеев, базовых школ, находящихся в районных центрах, уже давно-давно, еще до возврата к этой теме, ввели у себя так называемый дресс-код. Наши интернатные учреждения, когда дети ходят в школу, они тоже все ходят в одинаковой одежде. В хорошей форме встретят детвору сами школы. В общей сложности они получили более 7 тысяч единиц учебного, компьютерного и спортивного оборудования на сумму 114 миллионов рублей. Школьные автопарки пополнили 23 автобуса, а учебники – больше не головная боль родителей. Это, правда, пока не для всех. Гранит науки лучше усваивается в комфортных оснащенных классах. Спорить с этим трудно. В первом правительстве считают так же и ежегодно инвестируют в образование немалые средства. В минувшем году впервые за всю историю в апгрейд оснащения образовательных учреждений вложили неслыханную сумму – полмиллиарда рублей. В этом году деньги потрачены не меньше. Всего на подготовку к новому учебному году из всех бюджетов областного, муниципального, муниципальных, федерального затрачено 484 миллиона рублей. То есть на выполнение всех предписаний. Это не только строительство и ремонт, это закупка мебели, это ремонт оборудования, это пополнение школьных библиотек, это приобретение компьютеров. Отдельная тема – школьные новоселья. Новая старая школа, которую язык не поворачивается назвать старой, вновь откроется в Орле на улице Пончука. Ее номер – 23. Адрес – в числе того немногого, что осталось от прежней 23-й школы. Площадь новостройки – 11 тысяч квадратных метров. Предшественница была в пять раз меньше. Общая стоимость объекта – почти 280 миллионов – федеральных, региональных и городских рублей. Совершенно новый корпус, он теперь четырехэтажный, с очень высокими потолками, с большим количеством воздуха, с большим количеством кабинетов. Там будет два спортивных зала, огромных спортивных зала и один тренажерный зал. Очередь, наконец, дошла до образовательных учреждений, где вопрос хороших бытовых условий десятилетиями откладывался на потом. После четырехлетнего простоя и двухлетнего капремонта Новоселов готовится принять шестая школа «Ливин» и еще две перестроенные ее коллеги. Это школа номер 9. В прошлом году было устранение аварийности, школа получила новую крышу. В этом году завершение работы уже в плане отделки фасада. В этой же программе участвует и самая большая школа города. Это школа номер 4. Вот впервые за последнее время в этом году количество школьников там превысило тысячу человек. Новоселье года в Орле состоится и на Наугорке, в школе с юбилейным номером 50. Первая часть здания была сдана в 2010-м. Теперь, когда появилось второе крыло, так называемая вторая очередь, здесь будут учиться 800 детей в 35 классах. Здесь автономно начальная школа с медицинским кабинетом, с томатологическим, со своей столовой и со своим спортзалом и среднее звено, где точно так же. Первый этаж – это весь медицинский блок. Очень много кабинетов, которые отведены под медицинское обслуживание детей. Всего же за парты школы региона 2 сентября сядут более 70 тысяч учеников. Из них первоклашек – 7,5 тысяч. В минувшем году цифра была меньшей. Первым этот учебный год станет и для 80 молодых специалистов. Вообще, за три последних года в школы пришли почти три сотни учителей. В первом правительстве говорят – плюсовая динамика характеризует перемены в сфере. Заработная плата, конечно, сегодня тоже привлекает, бесспорно. И хотя у молодого специалиста объем заработной платы, конечно, будет ниже, чем у специалиста, который работает уже не первый год, но для этого есть меры поддержки в регионе. Это, конечно же, и повышение разряда в течение трех лет до того момента, когда он сумеет пройти аттестацию. Это, конечно же, получение всего набора пособий, которые мы оставляем за молодым специалистом, который придет работать в село. Еще один плюс – областная целевая программа «Ипотечное кредитование молодых учителей» на 2012-2016 годы утверждена правительством Орловской области в августе 2012. В этом году первое правительство намерено предоставить материальную поддержку почти 100 участникам программы. За пять лет льготы при оформлении ипотеки смогут получить 495 орловских педагогов. Мы продолжим после обзора событий. К 70-летнему юбилею Победы необходимо провести реконструкцию сквера танкистов, а также открыть мемориал на Соборовском поле. Об этом Александр Козлов сказал при подведении итогов торжественных мероприятий, приуроченных к 70-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор поставил высокую оценку проделанной работе. Особые слова благодарности хотел бы выразить руководству Центрального федерального округа, нашим представителям президента здесь у нас в Орловской области Афанасии Дмитриевичу, Андрею Валентиновичу, за то, что они принимали самое непосредственное участие во всех подготовительных мероприятиях и в реализации этих мероприятий. Среди получивших губернаторские награды был и телеканал «Первый областной». В Орле стартовал новый интернет-проект «Путь домой». Его создание инициировал губернатор и первое правительство. На сайте «Путь домой» потенциальные усыновители и опекуны смогут посмотреть фотографии детей, а также узнать об их интересах и особенностях. Дана пошаговая инструкция по усыновлению, контакты органов опеки, ответы специалистов на интересующие вопросы, разъяснены социальные гарантии. Со временем сайт пополнят видеопаспорта детей и истории их усыновления. 24 августа новый главный тренер ФК «Орел» Евгений Барзыкин был официально представлен игрокам и болельщикам. 12 сезонов он провел в «Авангарде», также выступал за «Воронежский факел» и «Лискинский локомотив». Шесть лет назад он работал с «Авангардом», а последние полтора года – с теперь уже не существующим белгородским губкиным. Евгений Барзыкин намерен вывести свою новую команду из подвала турнирной таблицы, о чем и заявил в первом интервью. Когда разговаривали мы с руководителями наблюдательного совета, была поставлена задача по итогам сезона занять место в середине. То есть восьмое место, понятное дело, что мне хочется занять место и выше, но к восьмому месту мы будем стремиться. Областная выставка племенного скота прошла в субботу на ипподроме. Все хозяйства региона, работающие в направлении селекции и генетики, представили своих лучших животных. От них только чистопородных коров выставили 149 голов. ООО «Орловская» по племенной работе похвасталась приобретением – голыштинским быком, привезенным из Германии, сыном одного из 5% лучших быков мира. Среди загонов оказались и бассейны с водой. Орловский рыбзавод также продемонстрировал результаты своей работы. С госпредприятиями потягались частные селекционеры, которым у правительства особое внимание. У нас в этом году в районе 80 миллионов рублей на поддержку только племенных хозяйств. Это хорошие деньги. Хотелось бы, конечно, двигаться и дальше, потому что интерес к этому есть. Но есть свои рабочие трудности. Вот сегодня проявилось так, что племенные хозяйства радуют на то, что не так много есть возможности продать на страну. А это их индикатор, который они по планке Минсельхоза, по требованиям Минсельхоза должны выполнять. Поэтому мы и на сайтах Минсельхоза попросили выставить наши племенные хозяйства и позанимаемся в соседних регионах. Мы решим эту задачу. Возобновили работу ярмарки выходного дня. Сегодня они уже неотъемлемый атрибут десятков орловских городов и поселков. Но еще несколько лет назад сбыт продукции для фермеров был настоящей головной болью. В ярмарке выходного дня кратчайший путь от покупателя к продавцу. Исключают посредников, сбивают цены и гарантируют качество. Возможность для свободной торговли сотням фермеров предоставило первое правительство, идя навстречу пожеланиям сельхозпроизводителей. На ярмарке выходного дня у Надежды Поляковой большая надежда – быстро продать все, что выращено. Мечта каждого работающего на земле. Мы встаем пять и ложимся уже затемно-затемно. Кроме всего этого у нас очень много животных. На подобные ярмарки выходного дня покупателей буквально заманивают. Но не плясками, как десятилетия назад. А ценами, которые явно не кусаются. Карбонатики по 260 отрезаем в любом количестве по просьбе покупателей. Косточки 75, окорочка прекрасные, прекрасные окорота. Вот такие чудные 200 рублей килограмм. Правда, любой желающий поторговать здесь чем-нибудь не сможет. Допущенная продукция должна быть исключительно Орловской. На этом настаивает губернатор, еженедельно поднимая вопрос на понедельничных совещаниях. Увеличили количество торговых мест на ярмарках выходного дня с 70 до 640. Это официальные цифры и город подтвердит это. Это за последние годы. Я знаю о том, что есть потребность. А если есть потребность, значит надо людям дать возможность приехать и торговать. Затем кто, как и главное чем. Торгуют, следят ревизоры. Документация у фермеров должна быть в полном порядке. Администрация Покровского сельского поселения о том, что продукция выращена на территории Орловской области. Вы видите, что замглавы администрации дает справку. Справка – это некий пропуск. Мясная молочная продукция, а также яйца и хлеб непременно должны быть свежими. Ведь именно свежесть большинство покупателей считают самым важным. Мне здесь удобно. Мы живем здесь рядом. Ну и более-менее доступные цены. Есть магазин. В магазине все фермерское. А фермерское вы лично готовили мясо? Не готовили? Ну попробуйте. Как оно и посмотрит, как оно шипит и все прочее. Домашние ведь есть домашние. В областном управлении торговли напоминает, что в Орле всего 4 площадки, где в выходной можно отовариться. Это улицы Металлургов, улицы Комсомольская, приборостроительная и узловая. В основном у нас в ярмарках выходного дня участвуют организации сельского хозяйства, организации потребительской кооперации, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области. Ну и вот сейчас порядка 600-700 – это граждане, которые сегодня имеют приусадебные участки, и у них есть возможность реализовать излишки своей выращенной продукции. Сегодня в области таких мест 54. На этих площадках торгуют более 700 фермеров. А еще несколько лет назад их было менее сотни. Это была программа «Первое правительство». Все наши выпуски смотрите на сайте первообластного обладин.ру. Я Олег Рудаков. Увидимся через неделю на телеканале «Первый областной». Успехов! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова